Значит, откройте, пожалуйста, «Айтэг», «Кинь Алэб». Да? То есть мы должны, как всегда, прочитать предыдущее, не разбираем, чтобы набрать некую скорость. Правда? И мы читаем с вами ту самую фразу, которую мы обсуждали, что есть такая логика, и мы даже остановились, почему это правильно, и почему у нас есть моральное право так говорить. Мы говорим, «Лама, йом, руга, гоим, айе, элоп, элен». Почему народы скажут, где их все вышли? То есть спаси нас и не дай нашему народу погибнуть, потому что народы другие скажут. Прекрасно, они верят в него, вот они это все рассказывают, они это самое. Посмотрите на них. Нет их уже или там, они рабы, или они не раздроблены. Пусть среди народов, среди тех, кто воюет с нами, среди тех, кто враги наши, кто на нас нападают, чтобы было видно всем, что эти народы, которые подняли меч, как говорится, они будут наказаны. Мы не знаем, как. Тут говорится, «никма дама воде на шаху». Чтобы наказание было за то, что они проливали нашу кровь. Что они проливали нашу кровь. Но какое наказание, мы не знаем, но мы знаем, что за это они должны быть наказаны. И еще просьба, что это «евада богои», чтобы это было «лей-мей», чтобы это было «они бы увидели это», и чтобы «мы» увидели это. Потому что они увидят это, и, соответственно, они поймут, что кровь народа еврейского – это не вода. Вообще кровь людей – это одна из семи заповедных, а нельзя убивать. Неважно, евреи или ивреи. Но они же идеологически нас убивают. Мы же не говорим сейчас о случайных убийствах. Мы говорим о идейных убийствах. Они нас убивают. Так чтобы они увидели, что это не проходит. Мы – это не вода. Это как кровь наша – это не вода. Так это должно быть им понято, что тогда они приблизятся к Творцу, когда они будут это понимать. У них не будет фантазии, они будут жить, как наиболее «башлое», они будут жить в выдуманных теориях. Они увидят, что так не проходит. Это важно для народа. И это важно для нас. Потому что, можно сказать, что нам это, скажем, не нужно. Какое основание к тому, что нам это не нужно? Помимо, что пусть нас дальше не трогают, но здесь говорится «никама» еще. Здесь не говорится. «Накома». Пусть нам это важно. Пусть нам скажут, что нас больше никто трогать не будет. Почему нам важно, чтобы было мщение? Там уже больше никто не будет трогать. Это неожиданно такая мысль, она очень важна для нас. Мы за нашими всеми бедами и радостями забываем функцию еврейского народа. Раз в Ториум сейчас об этом бывает. День главы будем спорить. Мы это «вамлехат коганим». «Вамлехат коганим» – это значит по отношению к человечеству, что мы коганим. Коганим должны беспокоиться о пастыре, так сказать, еврейский коген, который служил в храме, он должен беспокоиться о народе, потому что, говорится, коген заходит в храм и там молится за народ. Не за себя, а за народ. Чтобы молитва была искренняя, а не фальшивая, он должен переживать. Поэтому на модели внутри еврейского народа это коген. Точно так же мы по отношению к человечеству. За что мы там должны переживать? Мы не должны переживать, что они кашрут не соблюдают. Они не должны его соблюдать. Мы должны переживать, что они спиной к Творцу повернулись. Не поворачиваются к нему, а привернулись к нему, не хотят идти к нему. Мы за это переживаем. Функционально и для массы практически на сегодняшний день это переживание у нас только общее. Мы не должны, не обязаны вкладывать душу в это переживание, потому что мы коганим, который не умеет служить в храме, или плохо умеет, или не знание до беда. Так коганим, который не умеет служить, как следует в храме, если они будут заботиться о состоянии народа, они и вовсе никогда не научатся. Поэтому наша задача быть евреем. Проблема, что я говорю здесь, нам нужно не забыть, что у нас есть функция коганим, а мы это коганим, а то мы только перейдем на себя, мы не забудем. Поэтому ле-массе нам не надо сейчас заботиться. Ле-массе, можно философски сказать, но не надо думать, все-таки жалко, что в береге слоновой кости они как-то не к Всевышнему стремятся. Можно сказать такую фразу всегда, но это не есть задача у нас, потому что пока мы доберемся на берег слоновой кости, до конга, мы еще до себя не добрались. Понятно, да? Это важный момент. Но здесь дается ле-мейн. Нам нужно это, потому что мы маблехед коганим. И если мы в наших глазах не видим никома за пролитую еврейскую крону, то мы тогда абсолютно уверены, что ни евреи ничего не понимают. Если они видят, что в крот евреев идет хоть вода, то они ничего не могут понять. Как только они ничего не могут понять, значит, мы как коганим не можем выполнить нашу роль. Вот почему мы хотим не евреи. Понимаете? Нам нужно, нам важно, чтобы это было. Нам это очень важно. Теперь, не евреи, не евреи это глаза, не евреи это, чтобы это был принцип, чтобы мы могли понять, чтобы мы могли это увидеть, а не говорить. Это нет, мы верим во Всевышнего, это не доставим, мы должны видеть, что это происходит. Если мы не видим, что это происходит, мы беспокоимся за тех, к кому это относится. Даже умещение же ими даже. Мы должны видеть, что это происходит, пусть иначе мы за них беспокоимся. Никогда ничего не поймут просто. Спасибо. 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 Смотри на нас. Обрати на нас, что у нас переживания вот эти. Анака это так было, стон, переживания. Обрати на нас, внимание. И дальше мы еще больше понимаем. Это тут очень... Кегодель зруаха. Тот перевод, который он сказал, был перевод слов. И мы должны глубже сказать, что такое бедула, что такое величие. Это эквивалентность, не тождество, а эквивалентность слову хэсэ. В Геврейгариме, когда мы читаем о храме и прочее, там есть слова, которые в синагоге повторяются, когда хэносит туру из арона кодуш. В Геврейгариме, когда мы читаем о храме и прочее, когда мы читаем о храме и прочее, то есть слова царя Давида. Понимаете, значит, что мы видим тогда здесь? И перечислили все сферы. Оставили там лесо, тоже там приколи, там какие-то. А до этого только вместо хэсэ, да что говорится, была. То есть говорит, до величей связи с хэсэ. И вот почему, это тоже просто так. Что если у человека есть ощущение не габа, а своего гдула, что он человек, что человек это значимое явление, то тогда он к хэсэду больше готов, тогда ты знаешь свою позицию в мире, и здесь дула, то есть хэсэ. Величие всегда связано с хэсэ. Здесь человек зажатый, все боится, все плотно, все вокруг виноваты, все нехорошие. Когда он будет делать хэсэ, где он будет хэсэ? Нет дула, он маленький становится. Гэс становится маленький, зажатый и прочее. То есть дула и хэсэ это не тождественное холеты. А вот он хэсэ, потому что величие связано с этим, а сроками, которые выявили, великие величие, выявили? Она просто прямо, обратно, там ничего даже, не нужно на уроке сидеть, чтобы понять. Если человек делает хэсэ другим, то величие его проявляется. Он делает хэсэ, он, скажем, укрепляется, потому что он понимает, что он не маленький, не бедный, не зажатый, а он человек. Поэтому тот, кто не делает хэсэ, это ой-во-во, это человеку нужно жалеть ужасно. Без хэсэ мы никто слышим. И тогда получается. Те годы взруаха, то есть взруа твоя, пока мы переводим, как рука твоя, повелить его, то есть по хэсэду ее, ты разлежи нас. Потому что мы умрем. Он говорит, мута, это вы смертные. Ну сколько ты не будешь растять, год, два, три, пять. И все, доманно, понимаете? Почему мы должны сказать только по хэсэу? Потому что предыдущие, мы там очень хорошо говорили, нужно некома, чтобы была справедливость, чтобы было то, чтобы было хорошо. Я говорил вам, учил, говорил, что у нас, и это правильное моральное образование, потому что это мы не для себя просто, а для того, чтобы мы в человечество думали. Из этого я много раз учил, много, с первых уроков, так что это видел, и все здесь присутствующие, на первом уроке, или на пятом, это было добрых 11-12 лет тому назад. Я сразу вам раскрыл секрет. Я повторяю его для тех, кто потом приходит. Секрет такой. Каждая фраза в Танахе нужна для того, чтобы объяснить предыдущие. Чтобы недостаток какой-то, ну как бы недостаток, для Ашли, дополнить предыдущие. Это в Танахе вообще, и в Теревиме это очень ярко. Поэтому предыдущая фраза, которую мы разобрали замечательно, преисполнилась необходимой нам гордостью, немедленно приводит нас к опасности. Такое зазнаться. И подумать, что нам уже положено. Как-то говорят люди, магия, дай нам это, дай нам то, и то, и все. От бытовых дел, то этих полуполитических, общественных нам. Ла-на-ма-ди-э-зэ, ла-на-ма-ди-э-зэ. Ничего лучше, клум. Это мы говорим, ки-годель-зрак, в соответствии с тем, что у тебя хэсэр есть. Это вопрос. Они обидели. Дин – это гвура. Хэсэр – это хэсэр. Гвура – это гвура. Все мы знаем, да? Дин. Никакой дин – нет, чтобы нас спасать. Нет у нас, потому что у нас есть хорошее. Плохое, хорошее – это прекрасно. Но мы должны помнить, что мы не идеальны. Раз мы не идеальны, у нас нет стопроцентной уверенности, что мы имеем право. Мы не имеем ла-магия. Гвыдаф нужна именно ла-магия. Но когда есть хэсэр – у нас есть осознавание. Понимаете, какое? Есть у тебя хэсэр. Хэсэр – это проявление любви к лимитцарим. Бли – сухуёк. Это любовь без оснований. Без каких-то причин. Нет никаких правил, нет законов. Тогда мы просим только в рамках этой любви. Без причин. Вот. Киго, киго-др зро-аха. Почему не говорится яд ха? Яд ха. Правда? Яд – это тоже рука. Да, почему зро-ах? У нас это очень часто говорится в Агадашево-Песах. Помните, как говорится? Яд хазака в зро-аха. Мы же должны уже начать готовиться к Песах. Это подготовка. У нас яд хазака мы понимаем. Зро-аха мы тоже понимаем. Нету яд – это значит, что она протяжённая. Хазака – это сильная. Но вдруг не протяжённая хаса ходила. Может быть, есть такое место, где рука Всевышнего не достаёт и спасти тебя не может. Мы говорим зро-нету яд. Она любое место может протянуто быть. Это так, дорогая, чтобы вы знали, что мы читаем Агадашево-Песах. Но если не говорится иначе, то право имеется. Если не говорится иначе, то право имеется. Нет, всегда право. Когда иначе не сказано. Не сказано иначе. Одна рука приближает, другая отталкивает. Так приближает какая рука? Правая, потому что она сильнее. Отталкивает левая. Но там ясно, что две руки и видно какая же. Но если одна – это правая. Потому что правая – это хэсэд. А улам хэсэд ебанэ. Правая сторона мира. Мы не видим, что иногда правая сторона человека. Путаница часто происходит. Правая сторона мира – это хэсэд. Левая – это гора. Так написано у нас в Тегилин. Улам хэсэд ебанэ. Мир построится на… Улам только на хэсэд может построиться. Значит, всегда правая сторона. Так, значит, мы тогда уже не… Тогда что такое зерва? Кроме перевода, что это… Как это называется предплечье? Как это, в смысле, на медицинском языке, в анатомии – предплечье? Очень хорошо. Но мы же не можем… Что это в соответствии с хэсэ твоего предплечья? Что это за разговор? Тогда уже я надо было написать. Рука просто. Что вы видите? Да, да, да. Это предплечье называется. Есть плечо, а это предплечье. Так, на русском, это сам, как он называется, анатомическом языке, в мединституте. Нет, предплечье имеют мышцы. Бицепский трицепс. А это плечи. А это плечи. А зеро – это вот это плечи. Нет, зеро – это вот это плечи. Вот плечом, а это плечи. А это кисть. Клечевая сторона. Вот плечи. Ты что, знаешь, плечевая сторона? От локтя до этого. Хорошо. Выяснили. Это не вся рука от… Нет, зеро – слово «яд» означает «вся рука», и слово «зеро» означает «вся рука». Но когда хотят разделять между ними, тогда говорят «яд» казака, «зеро» дает «яд» и имеет, что «яд» – это вот эта часть. И там разбирается пять пальцев и все такое. А это все – это зеро. В этом контексте. Это очень как в английском разделении, это, да? Да, но есть «hand» и «out». На русском говорят «рука» и «длань». Говорят, есть такое слово. Так это одно и то же. Длань – это ладонь. Да, у меня тоже есть два слова. Я не сказала определение. Так что два слова есть. Хорошо. Значит, что мы имеем с вами? Почему здесь зеро, а не я? Это мой вопрос. Да? Я же тоже использую. Надо было использовать здесь тоже. Да. Потому что это у нас основание, зеро, да? Это то, что зарождение. У нас основание. Хигодаль, Зруаха. Ты же породил мир в соответствии с хесед. Раз ты породил мир в соответствии с хесед, то у нас есть позиция попросить, чтобы был хесед. Потому что весь мир был построен в хесед. Хигодаль, Зруаха. Как хесед, зеро этого. Так мы хотим. Готер бнейтмута. Потому что основания развязать нас нет. Понимаете, что я говорю? Да? Мы не имеем право говорить магия. Мы говорим, что раз есть хесед, то раз в рамках хесед развяжем. Ну, я надеюсь, что все красиво и очень хорошо. И понятно, почему бнейтмута. Это было сразу понятно, что можно опоздать. Понимаете? Поэтому мы говорим, бнейтмута. Тмута – это смертный. До слова... Маве. Маве. На иврите дословно бен тмута – это смертный человек. Когда хотят подчеркнуть, что человек не вечный. Это говорят бен тмута. А в норсице бнейтмута. Я говорю, в иврите разговором, так это отсюда взято. Из этого, кстати, места. Дальше мы читаем. Вега-шэ. Вега-шэ. Лиш-хэй-ней-ну. Щиватай. Эль-хэй-кам. И верни нашим соседям. Что за соседей? Поэтому... Щиватай. Щиватай. Есть такое, что в 7 раз больше, в 14 раз больше. Знаете, двойной щиватай. Есть в 70 раз больше. Не важно. Короче, в 7 раз больше. Как хотите. В 7 раз больше. Это ссыпается в мео, в ватай. Я считаю, что в 7 раз больше. Ватай. Ватай. Я умею повезти. Амета. Щиватай. Нет, здесь щиватай. Но я хотел сказать только, что это не обязательно 70 или 14, но это 7 может быть. Но это не определено. Не понятно, что такое щиватай. Кратные 7 получаете? Кратные 7, примерно. Но это так научно, точно. Но при этом нельзя сказать сколько. Но поскольку мы не занимаемся такой бухгалтерией. Ну, по слову, такое зубы. Щиватай. Кратные 6. То. Я хочу сказать умноженное. Кришево тогда. Так, щиватай Эл Хейкам. Верни им, эти шхени. И в 7 раз больше. Причем Эл Хейкам. Это значит... Не только... До мозга костей, как говорится. До внутренности их. Да, и в 7 раз больше. Хейк. Хейк. Хейк это внутренность. Хейк. Не, кост мозг я сказал, чтобы объяснить, что такое внутренность. До самого внутренности. Это что-то, что-то условное. Нет, это хейк. Нет, это хейк. Говорят, хейк, они уявят, льет, бхэк, миш, пока. Хейк, да. Кругово внутри, среди. Мы же пока не разбираем. Я только перевожу сейчас пока, как всегда. Херпатам, ашер, херфуха, ашер. Значит, в связи с тем, что они тебя оскорбляли. Херпатам это ашер, херфуха. Херпа это то ли меня оскорбляли, то ли оскорбляли.